Очередной успех нашей страны в космосе с апреля 2019 года мы больше не будем доставлять на МКС астронавтов. А что это означает? Очередные убытки для Рогозинского ведомства. Конечно, сокращение пилотируемых пусков, как следствие удар по экономике всех предприятий из этой цепочки, я имею ввиду производство кораблей «Союз-М». Ракеты-носители «Союз» и бла-бла-бла. В Рунете, к слову, уже и мем по этому поводу замечательный появился. Вот он. Вы, детки, наверное, думаете, что это НЛО. Нет, это медный таз, которым накрылся Роскосмос. Космос под моим чутким руководством. Не прибавить, не убавить. Начинаем. Ну и сегодня, как обещал, продолжение того кино, которое я начал показывать еще в прошлый раз, о том, как политики делают из нас идиотов, особенно в периоды избирательных кампаний. Парни, кончайте эти сопли! Вас ждет вторая серия! А начать сегодня предложил бы с партии «Яблоко». Слушайте, вот лично для меня самой правильной характеристикой данной политической структуры могло бы послужить словосочетание «ни рыба, ни мясо», а оно так и есть. Потому что я, например, вообще не понимаю, на какого избирателя та партия ориентируется. Че они хотят? Что предлагают? В чем яблочная фишка? В конце концов, знаю одно. Заголосуют за них староверы. Это такие застрявшие в 90-х граждане, да и те, по-моему, лишь из уважения к былым заслугам. Причем к таким былым прибылым, потому что о детище Григория Явлинского уже лет 15 ничего не слышно. Хотя, вру, иногда эти ребята все же появляются в ленте новостей. Ну, таких, знаете, новостей, которые на телеке обычно между спортом и прогнозом погоды. Пускают так вот. Когда главного Григория Алексеевича турнули с поста председателя его же партии после краха в 2003-м, за штурвалом этого корабля каких только карикатурных персонажей не перебивало. Сперва капитанский мостик занял некто Сергей Метохин. И этот мужик тут же бросился бороться с точечными застройками в Москве. Мотивы преступления для меня очень, я бы не сказал, конечно, ясны. Я не хочу подменять собой следствие. Но они, как мне кажется, связаны с ее борьбой против точной застройки под окнами своего дома. Нет, дело это, я уверен, полезное. Но не кажется ли вам, господа, что для федеральной партии повестка-то, мягко говоря, убогенькая? Как, например, на такую мега-новость должны реагировать жители, скажем, Хабаровска? Или почему население Ставрополя и Улан-Удэ должно поддержать яблочников в данном случае? А у меня вот сосед носки не стирает. Так может мне тоже партию сколотить и в Госдуму на данном хайпе пролезть попытаться? Впрочем, после Метрохина в яблоке вообще не пойми, что началось. Партию брали всех, кого выгнали откуда-нибудь. Лидеры там менялись, как тренды в российской попсе. Причем один глупее другого они выглядели. Итог. Сегодня, вот честно, ребята, партия данная мне больше напоминает квартиру с евроремонтом, ну или пейджер, если кому так понятнее. То есть, когда-то это было модно, когда-то это было круто, вот только сейчас, кроме смеха, оно ничего не вызывает, как за них голосовать дальше. Поехали. СР Мироновская. Лично про себя данную политическую организацию я уже давно неуверенная Россия называю. А что, кто-то хочет возразить? Ну, давайте тогда с их лидера и начнем. А он вам никого не напоминает? А если подумать? Ребята, давайте жить дружно. Вот и у меня тоже он с этим котом ассоциируется. Со всеми вытекающими, кстати сказать. Вроде и кошак беззлобный, но и бесполезный какой-то, амебный. Харизма тоже напрочь отсутствует. Любое политическое выступление Сергея Михайловича попробуйте проанализировать. Че он только что сказал? Ну, да и соратники по партии у него такие же, безликие. Попытайтесь, кстати, прямо сейчас без помощи Яндекса назвать хоть одну фамилию депутата, скажем, Госдумы от справедливой России. Получилось? А идеология у них какая? Ну, если Путин сказал, то это хорошо, мы за Путина. Ой, а там народ что-то бузит. Ну, тогда мы с народом уже не за Путина. Блин, наше дело телячь, я оба***ался и стой и жди, когда подотрут. А если перефразировать, мы не правые и не левые, мы валенки. Следующий больной. Но нет, великая и могучей, более любимой и обожаемой в народе партии, чем партия реальных дел. Во всяком случае, эти ребята сами так решили, и это свое решение. Транслируют уже многие лета в массы посредством Киселевых и Соловьевых. Хотя, по сути, ну, конечно же, Единая Россия это партия чиновников. Вот все чиновники или заблюды, которые есть сегодня в нашей стране, все, ну, или почти все, пытаются встать под знамена партии президента. Это для карьеры хорошо, потому что... Причем меня-то забавляет то, что у этих людей уже давным-давно нет никакой программы и идеологии. Единственное, что у них есть, я готов целовать песок, по которому ты ходила, вернее, ходил. Ну, они же про дядю Вову, потому что... Вот только что-то мне подсказывает, что нифига это никакая не программа для политической партии. Это идеология для секты. Это руководство к действию для Подхалима. Это потрясающая отмазка для бездельника, наконец, но уж точно не лозунг для серьезной политической структуры. Чего тогда мы удивляемся, что в данную партию лезут в том числе и люди вот с такими инициативами и взглядами на жизнь? Эта ситуация мне напоминает примерно историю, как на наших государственных каналах, на различных аналитических программах и тому подобное. Сейчас появился какой-то журналит американский. Видели, не видели? Так вот, ему вопросы задают. Там вообще не чуть ли за геополитическую обстановку в мире, но как вообще самого ответственного человека за Америку. То есть, как он скажет, так и будет. Задавать вопросы и получать ответы. А даже лучше не ответы, а предложения о конкретных действиях. Ну или помните, недавно показывал девицу-кандидата в Екатеринбургскую гордуму от шоу «Уральские пельмени» с еще более идиотской идеологией. Я лопатала барышня. Умею ухаживать за страной, значит, смогу ухаживать и за городом, и за областью, и за страной. Если я умею следить за собой, то я смогу следить, помогать следить и за городом, и за областью, и за страной. Хочу сейчас обратиться к руководству России. А я, вы знаете, господа, ношу симпатичные трусы, в связи с чем у меня тоже появилась предвыборная программа. Если я могу носить симпатичные трусы, я смогу и жизнь россиян сделать симпатичнее. Как вам, Дмитрий Анатольевич? Ну, вот здесь вот аплодисменты вот такие. Финал. Голосуй за парня в симпатичных трусах, выбери симпатичное будущее, ну. А если серьезно, вот теперь к вам обращаюсь, дорогие зрители. Господа, вот эти вот политики из партии реальных дел не хотят даже напрячься, чтобы избирательную кампанию свою более-менее внятно провести, адекватно ее сделать интересной действительно кампанией. Вы уверены, что они будут в состоянии управлять такой огромной страной, как Россия, в ближайшие пять лет? Что им будет не лень этим заниматься? Ладно, вопрос все равно риторический. Ну и в завершении всего вышесказанного, господа, буквально на днях, гуляя по городу, наткнулся на одну агитационную листовку с совершенно замечательным слоганом «Выбирайте сердцем». Там было написано слоганом, который изначально отключает главный выбирающий орган. Ребята, а может, хватит уже сердцем выбирать? Мы ведь не рок-звезду избираем, не любовника и не любовницу для себя. Или тебе снова нужна в Думе мисс прикольная попка? Ну тогда не удивляйся потом, когда твое будущее этой самой прикольной попкой накроется. А может, тебе еще одного мистера боксерские перчатки в парламенте не хватает? Или мистера «Он классный»? Хочешь посмотреть на классных девочек? Купи билет на концерт группы «Виагра». Интересуешься боксом или футболом? Сходи на матч. Может, хватит уже быть терпилами-то? Может, пора уже начать принимать взрослые решения? Это была реальная журналистика и сегодня вот так. На моей страничке в Ютьюбе, ссылка на нее прямо надо мной, больше серии этого замечательного сериала. Заходите, просвещайтесь на канал, подписаться не забудьте. В соцсети ко мне тоже добро пожаловать, в друзья добавляйте с темы, предлагайте, поднимем и обсудим, а я за всем спешу откланяться. Все, пока. Пока. Не пить три месяца, проблема трудная. Башка от всех проблем круглая, круглая. Нам надо вырваться из суматохи дней. Наливай, наливай, вызывай блин. Продолжение следует...